Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как масштабные ремонтные работы отразились на пассажирских перевозках? Как отрабатываются заявки горожан на изменение схемы движения транспортных маршрутов? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Олег Яхин. Здравствуйте, Олег Космогилевич. Скажите, пожалуйста, как можно охарактеризовать нынешний пассажирский поток в Самаре в связи с тем, что происходит с этими масштабными ремонтными работами? В связи с проведением таких масштабных работ, которые все наблюдают, уже близится, так скажем, к завершению. Сезон вот этот, да. Да, строительный сезон. Значит, пассажирские потоки распределились именно по тем улицам, которые у нас остались свободными от участков реконструкции. И люди были, ну, так скажем, вынуждены передмещаться на те точки, где возможно сесть именно на пассажирский транспорт с тем, чтобы добраться до тех мест, куда им необходимо. Ну, самые главные изменения, где произошли? Значит, самые главные изменения, которые как бы затронули большинство жителей города, это у нас самая главная магистраль. Это Московское шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракетовским шоссе. Там очень сильно было ограничено, значит, движение, двигался транспорт весь. Если раньше у нас по три полосы в каждую сторону было, то вот в этот сезон, так скажем, летний, пришлось всем двигаться по одной полосе и в прямом и в обратном направлении. И как бы все почувствовали на себе, заторы составляли там вот по нашим оценкам пассажирского транспорта до двух с лишним часов вот именно на этих участках. Сейчас, как уже, так скажем, стало известно, частично движение на этих участках открыто. Да, но по информации, так скажем, застройщика, у них в контракте прописано, что выполнение работ должны не закончить в декабре этого года. Поэтому жителей нашего города я попрошу отнестись с пониманием того, что временно отдельные участки, которые уже открыты, будут перекрываться для того, чтобы закончить те работы, которые строители еще не завершили. Они пошли к нам навстречу, открыли определенные участки, чтобы не создавать, так скажем, дополнительных помех и в соответствии с этим немножечко движение разгрузилось и сейчас, ну, заторовых ситуаций стало гораздо меньше на этих указанных участках. И жители, так скажем, вот у нас отдаленного района от центра города, это крутые ключи, ну, стали добираться немножечко побыстрее, потому что все-таки им приходилось ездить в объезд на участке от улицы Нового вокзальной, они выезжали на Новосадовую, а потом перестраивались на улицу Георгера Димитрова. В общем, очень много было сложностей, ну, так скажем, мы близимся к тому, что скоро вот этот этап, так скажем, тяжелого перемещения в отдельные районы города у нас, ну... А как будут возвращаться старые схемы, движения по мере чего? Значит, смотрите, мы можем организовывать именно движения по старым схемам только на тех участках, где выполнены работы, так скажем, ну, с условием того, что обеспечиваются безопасные перевозки пассажиров. Это там, где есть дорожное полотно, единственное, есть отдельные участки, вот именно как раз в прилегающих территориях, названных мной выше, перекрестков. Там, к сожалению, у нас еще дороги-дублеры не пущены в полном объеме, а движение пассажирского транспорта, вот, по проекту реконструкции этих участков должно было быть организовано именно на дорогах-дублерах, и поэтому остановки общественного транспорта были построены там. И вот, так скажем, сейчас временное неудобство для жителей, которые вот едут на этих участках по Московскому шоссе, то, что там у нас сейчас нет нормальных оборудованных остановочных пунктов, и транспортные средства останавливаются именно в тех районах, где раньше были остановки, чтобы, так скажем, людям не создавать неудобства, чтобы они примерно знали, куда выходить, чтобы сесть на тот или иной автобус. Да. Ну, вот вы сказали в течение нашего еще небольшого разговора, что до конца декабря есть сроки вот каких-то ремонтных работ, и в то же время, что совсем скоро этот сезон строительной и ремонтной закончится. Вот как определиться, до какого времени этапа все-таки будут вот эти перестройки и так далее? Ну, я так думаю, что, в принципе, те, кто занимается строительством этой дороги, как бы они идут в графике и убеждают нас в том, что они справятся с этой задачей в установленные сроки и, соответственно, откроют проезжую часть в полном объеме уже в декабре месяце. Да. Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться. А вообще, какие задачи ставит перед собой департамент в целом, вот несмотря на разные вот изменения, которые проводятся в нашем городе? Значит, в целом... Функции какие департаменты? Функции департамента, они носят, значит, такой характер, что мы занимаемся методологической помощью для предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки, а также выступаем в качестве заказчика этих пассажирских перевозчиков от имени города и заключаем контракты, мы организовываем конкурсы по маршрутам общественного транспорта, выставляем технические задания, на основании которых проходят торги. И вот участники этого, так скажем, рынка, которые желают осуществлять пассажирские перевозки, те, кто выполняет все эти требования, они становятся победителями конкурсов и начинают работать на маршрутах. Ну, я так думаю, ни для кого не секрет, что во многом поменялся облик нашего города, когда появились на улицах у нас вот эти вот автобусы, беленькие мазы, вместимостью 72 пассажира, которые заменили, ну, так скажем, старые автобусы, которые у нас были, и маршрутные всякие газельки и прочий транспорт. Значит, администрация города и департамент транспорта пошли по следующему пути, чтобы, значит, исключить дублирование этих маршрутов и перевели, в принципе, большую часть особо пользующихся маршрутов, это двойка, 24-й, 34-й, 41-й, 70-й маршрут, именно на обслуживание вот этими автобусами с предоставлением всех видов льгот. Там был просчитан минимальный интервал между автобусами, и в результате чего мы освободили уличную дорожную сеть от всяких, так скажем, маленьких автобусов, которые и так заполоняют. И, в принципе, эта работа будет продолжена, потому что это все упирается, конечно, в наличие бюджетных средств, потому что необходимо тем перевозчикам, которые занимаются этим процессом, значит, выплачивать субсидию за перевозку пассажиров. Но эта работа, она идет как бы каждодневно, планомерно, и я так думаю, что, наверное, в скором будущем мы от маленьких автобусов, которые, ну, так скажем, не востребованы на маршрутах с большим пассажиропотоком, ну, избавимся совсем. То есть они не будут дублировать у нас большие автобусы, как это вот происходило много лет. То есть это тенденция по отношению к частным перевозчикам, да, получается? Это тенденция, независимо от того, частный перевозчик, не частный. То есть город должен все-таки выглядеть как-то однообразно и, соответственно, предоставляться качественные услуги. Все автобусы, которые, вот, так скажем, по условиям конкурса сейчас мы заключаем, должны быть новыми, не старше четырех лет, и, соответственно, они еще должны быть все обеспечивать доступ маломобильным гражданам. То есть все быть низкопольными. В принципе, вот, перевозчики, которые желают работать на нашем рынке, на рынке города Самары, они идут нам навстречу, как бы приобретают подвижной состав и осуществляют именно перевозки на качественных, хороших автобусах с предоставлением всех видов льгот. А самый большой пассажиропоток сегодня на каких участках зафиксирован? И проводятся ли такие исследования, которые говорят о востребованности маршрутов или о том, что их сократить, заменить, убрать или новые где-то? Ну, скажу так, что эта работа ведется, соответственно, в соответствии с федеральным законом 220-м, самими перевозчиками определяется необходимое количество подвижного состава на тех или иных маршрутах. Конечно. То есть здесь всегда в углову угла ставится то, чтобы скорость сообщения между, так скажем, начальным и конечным пунктом была минимальная, и люди могли с комфортом быстро доехать до местного значения, как можно меньше ожидая на остановочных пунктах. Единственное, конечно, сейчас очень трудно проводить данную работу, ввиду того, что вот очень много участков уличной дорожной сети перекрыто, и фактически мы сейчас не сможем определить действительную потребность на тех или иных участках. Поэтому мы с большим нетерпением ждем, когда откроются все те участки, которые были закрыты, чтобы мы могли спокойно, спланомерно заняться этой работой и как можно быстрее привести все в соответствие, так скажем, с потребностями нашего населения. Кстати, вот о населении. Как рассматриваются заявки от населения с просьбой, пожеланием поменять маршрут или новый пустить маршрут где-то? Какая схема отработки? Значит, все обращения граждан, которые поступают к нам как в письменном виде, так и по телефону, мы обрабатываем, так скажем, делаем углубленный анализ и потом готовим свое предложение к каким-либо изменениям. К сожалению, просто так вот по просьбе кого-либо взять и изменить маршрут не всегда получается, потому что, опять-таки, вот ссылаясь на новое законодательство, вот этот 220-й федеральный закон, который указывает о том, что не должно осуществляться дублирование маршрутов, а чаще всего, как бы, обращения жителей приходят о том, что хотят продлить тот или иной существующий маршрут до конечного пункта, опять-таки, уже существующего другого маршрута. И если вот так обобщить все обращения граждан, то складывается иногда такое впечатление, что в городе нужны маршруты именно вот от самой дальней точки, так, например, если взять вот Крутые Ключи, и до Сухой Самарки в Куйбышском районе. Я уже иногда даже, вот честно говоря, так скажем, ну, в качестве юмора говорю, что, уважаемый, ну, давайте сделаем, вот все автобусы пустим по этой линии, но, правда, я не гарантирую, что в течение, там, небольшого промежутка времени, там, 20 или 30 минут вы сможете доехать, там, до определенной точки. Придется автобусу петлять по всему городу, чтобы удовлетворить все потребности людей, потому что все хотят доехать без пересадок. Я, конечно, понимаю, но, к сожалению, наш город, он вытянут вдоль Волги, и удовлетворить потребности всех, чтобы сделать там беспересадочное сообщение, к сожалению, невозможно. Если там, например, мы возьмем для опыта Москву, то там все-таки развито кольцевое движение, потому что Москва вот так расположена географически. К сожалению, вот в Самаре с географией не очень повезло, вот город вытянут вдоль реки, но мы стараемся минимизировать количество пересадок, и, в принципе, существует, вот, недавно были приняты Министерством социальные стандарты доступности пассажирских перевозок, в которых говорится, что, так скажем, минимальным стандартом является совершение, там, вернее, доставка населения с пересадками, там, не более двух. Ну, в принципе, вот по нашему анализу, который мы проводили, в среднем жители нашего города укладываются вот в этот норматив, но, опять-таки говорю, это не догма, мы будем продолжать эту работу, будем изучать и смотреть, и по указанию главы, в принципе, как бы перед нами стоит задача с тем, чтобы сократить количество дублирующих друг друга маршрутов и сделать, ну, маршрутную сеть жителям более понятную и удобную. Поэтому мы, вот я говорю, как только закончатся все эти строительные работы и пройдет у нас чемпионат мира, мы тогда уже вплотную займемся с тем, чтобы, ну, усовершенствовать то, что мы имеем, и развивать дальше. Да, проанализировать ситуацию. И справедливости ради все-таки случается и хорошее. Очень много было пожеланий, чтобы по улице Добенко ходил общественный транспорт, это случилось. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговор. Автобус, который ждали. Сразу два городских маршрута изменили и пустили по улице Добенко. Движение здесь активное. На участке от улицы Советской Армии до Авроры расположен крупный торговый центр и несколько жилых микрорайонов. Как только завершился комплексный ремонт улицы, общественному транспорту дали зеленый свет. Мы выбрали маршруты, которые у нас муниципальные проходят по улице Антонова Овсеенко. Потому что, в принципе, там происходит дублирование разными видами общественного транспорта. Если у нас по улице Антонова Овсеенко ходит и большое количество трамвайных маршрутов, ходят троллейбусные маршруты и есть автобусные. Через обновленный участок пошли два маршрута. Автобус номер 35 от НФС до Дома молодежи. И номер 45 от Красной Глинки до автостанции Аврора. Интервал движения от 15 до 25 минут. На участке в полтора километра установили по четыре остановочных павильона с каждой стороны. На улице Ивана Булкина, возле торгового центра, на Карбышево и Советской армии. Я рада, хоть построили сейчас вот дорогу, тротуар, но очень бы хотелось, чтобы появился у нас автобусный маршрут. Как он появился, вот два, пустили тут автобусы. И? И вот уже ездят 35-й, 45-й. Прекрасно! Замечательно! Теперь я буду знать и буду ездить. Очень рады, вот как только узнали, что пустили автобус, сразу поехали. Очень ждали, потому что далеко идти, очень тяжело с сумками. А так вот раз вышли, пожалуйста, приехали. Мы очень рады, да. Пока автобусы курсируют в тестовом режиме. Через два месяца специалисты проанализируют трафик и по результатам решат, нужно ли оставить два маршрута или же достаточно одного. Какие еще позитивные изменения произошли в последнее время? Всегда приятно видеть вот что-то новое. Я бы вот еще хотел добавить как раз к этому сюжету. Получилось так, что когда мы только запустили вот этот автобусный маршрут, у нас появилось очень большое количество обращений граждан, которые проживают на параллельной вот с улицы Дебенко, улице Антона Вовсеенко, по которой у нас осуществлялось движение вот переведенных маршрутов, которые 35-й и 45-й, которые ходили раньше там. Значит, проанализировав эти обращения, мы пришли, так скажем, к выводу и решению. Опять-таки провели анализ перевозимых пассажиров вот за этот небольшой промежуток времени. И было принято решение все-таки 45-й автобусный маршрут вернуть на свою прежнюю схему. Здесь пока по улице Дебенко у нас останется 35-й маршрут. В результате чего, я скажу, это произошло? Потому что по улице Антона Вовсеенко жители, которые там живут, проживают вот в этих домах, они прикреплены к поликлинике номер 10, которая находится на улице Карла Маркса. Вдоль которой, как раз по улице, по которой проходит вот 45-й маршрут. И большое количество именно было обращений жителей пожилого возраста и родителей с детьми, что им неудобно добираться с пересадками. Поэтому мы посмотрели, что да, минимальный пассажиропоток пассажиров даже убавилось на 45-м маршруте в результате этого, что мы перевели его на улицу Дебенко. Поэтому пока мы прорабатываем именно схему, посмотрим, как накатает 35-й маршрут, появится ли там большее количество пассажиров. Опять-таки мы с коммерческими перевозчиками провели переговоры о том, чтобы они предложили нам, так скажем, вариант какого-либо маршрута, который будет проходить тоже по улице Дебенко в альтернативу вот муниципальному автобусу. Вот. А 45-й мы возвращаем с 20-го числа обратно на улицу Антона Вовсеенко, ну, чтобы, так скажем, не ухудшать транспортную доступность для людей, чтобы они могли перемещаться в свою поликлинику по месту жительства. Да. И трамваи. Вот говорят, что новая ветка будет в связи с чемпионатами мира по футболу. Что происходит вот именно с этим видом транспорта? Значит, с этим видом транспорта. В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, значит, были приобретены 10 трехсекционных трамваев, каждый из которых может перевозить до 300 пассажиров, для того, чтобы вот именно обеспечить доступность людей, которые будут приезжать к нам в гости, болельщики, от железнодорожного вокзала, чтобы они в кратчайшее время могли переместиться к стадиону «Самара-Арена». Эти трамваи вот у нас в эти дни уже, в принципе, мы их постепенно запускали после того, как они прибыли. Если вы помните, прибыли они у нас в июне месяце, так скажем, в разобранном состоянии. Специалисты завода-изготовителя их у нас собрали на территории городского трамвайного депо и постепенно стали запускать в эксплуатацию. Каждый из трамваев в ночное время прошел опытную обкатку, чтобы выявить все недочеты в работе автоматики и электронных систем. Значит, в настоящий момент все эти 10 трамваев работают у нас на маршрутах, работают на двух маршрутах, которые наиболее приближены к будущей трассе следования к стадиону. Это у нас пятый маршрут, который ходит с Хлебной площади до Барбошиной поляны, и 22 маршрут, который ходит у нас из 15 микрорайона по улице Красноармейской и улице Галактионовской. То есть, в принципе, это вот те трамваи, которые планируем мы запустить до стадиона, так скажем. Но они будут входить, так скажем, с частотой шаттлов, то есть загрузили болельщиков и быстро-быстро туда доставили всех болельщиков, чтобы они минимальное количество времени находились в транспорте. Да, ну вот муниципальный парк транспорта пополняется, а если в целом говорить об общем количестве, то о каких вот цифрах можно говорить? Значит, у нас в городском округе Самара всего 134 маршрута общественного транспорта. Из них 90 маршрутов осуществляют перевозку пассажиров с предоставлением всех видов льгот. Это из них 24 трамвайных, 15 троллейбусных и 50 автобусных маршрутов. Причем на автобусных маршрутах у нас работает как муниципальное предприятие, так и коммерческий перевозчик компании Самара Автогаз, которая, как я уже говорил, приобрела хорошие качественные автобусы, которые осуществляют перевозку наших гаражей. А вообще процент частных перевозчиков уменьшается со временем? Вот какая тенденция? И вы к чему стремитесь? Тенденция именно к уменьшению, я бы сказал, коммерческих перевозчиков малого формата. То есть больше все-таки востребованность у города в автобусах средней вместимости, потому что, так скажем, пассажир хочет, чтобы он на остановке стоял недолго и мог в коротчайшее время добираться от начального до конечного пункта. А все-таки эксплуатация больших автобусов, она не очень выгодна, потому что загрузка не происходит полностью. Поэтому автобусы средней вместимости как раз это панацея для того, чтобы обеспечить людям большую частоту движения транспорта и меньше ожидания на остановках. Да, в Самаре так много машин. Мы, по-моему, третий в Российской Федерации по количеству на человека. И кажется, что и общественные транспорты друг другу мешают уже люди и на машинах. И вот как все вот это вот разъединить? Какие акции, может быть, проводит департамент? Я знаю, что будет день без автомобиля. Это для чего делается? Значит, 22 сентября – это Всемирный день без автомобиля. Придумали такое мероприятие во Франции для того, чтобы улучшить экологию нашей планеты, чтобы люди пересели на общественный транспорт, либо на велосипеды, либо пошли пешком в этот день на работу и с работы. Но уже был такой день в Самаре, по-моему, даже не один раз. Да, мы уже давно, не первый год участвуем в этой акции. И вот опять в этом году все перевозчики наши, которые осуществляют перевозку пассажиров с предоставлением всех видов льгот, они откликнулись, согласились участвовать. И поэтому 22 именно сентября этого года все владельцы транспортных средств, которые захотят дать своим железным коням отдохнуть, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Именно в муниципальном, который осуществляет перевозку с предоставлением льгот. Значит, по предъявлению свидетельства о регистрации транспортного средства. Да, но я помню, что в прошлом году эта акция была успешной, потому что действительно нашлись те, кто выбрал общественный транспорт. Но нельзя не поговорить о дачных перевозках, сезон тоже заканчивается. Скажите, не пострадали ли дачники в этом году в связи опять же с теми работами, которые проводятся? Да, вот, к сожалению, как бы, ну, это общая была тенденция с тем, что количество перевозимых пассажиров на дачных перевозках у нас ежегодно уменьшалось. Ну, в этом году еще корректив внесло то, что у нас находился, значит, мостовой комплекс по улице в южном направлении, южное шоссе с улицы Авроры. Здесь у нас, значит, возникли проблемы с тем, что во время реконструкции невозможно было использовать автобусы для передвижения по этому мостовому переходу. Поэтому весь этот дачный сезон, а мост закрыли 10 апреля этого года, значит, окончание работ планируется 30 октября. То есть, в принципе, весь дачный сезон у нас как раз попал вот в перекрытие. Поэтому нами было организовано движение всех автобусных маршрутов дачных, которые ездили с автостанции Аврора, с Хлебной площади. В принципе, люди уже привыкли, как бы, доступность транспортная на Хлебную площадь большая. Но в связи с тем, что часть все-таки жителей обратилась к нам в департамент транспорта с тем, чтобы пересмотреть некоторые маршруты в связи с вводом в эксплуатацию мостового перехода Кировский. И нами была проанализирована ситуация, да, действительно, по нескольким из маршрутов трасса следования значительно сократилась, там порядка по 12-15 километров на каждом маршруте, а стоимость проезда на дачных перевозках исчисляется из протяженности маршрута. Поэтому вот по обращению, так скажем, дачников, нами были пересмотрены схемы движения, мы оперативно там изготовили схемы, согласовали из ГИБДД, получили разрешение от Минтранса перемещения по Кировскому мостовому переходу, и были переключены вот часть маршрутов. Я просто назову, чтобы там кто-то не знал, если. 157-й на Черновские дачи, 173-й массив Березовский, 185-й короткий, это на массив Крестьянский, и 198-й автобус, это в совхоз Юбилейный. Вот по этим дачным направлениям, значит, трасса следования значительно сократилась, ну и, соответственно, люди меньше стояли в пробках. Поэтому, в принципе, мы как бы учитываем постоянно и в нашей работе все обращения жителей и стараемся как можно быстрее и оперативнее принимать те действия, которые позволили им более комфортно перемещаться в нашем общественном транспорте. Да, и на следующий год, вот что интересно, опять же дачный сезон и чемпионат мира, какие-то будут изменения? Вы уже что-то прогнозируете? Потому что, опять же, вот какие-то происходят... Да, мы прогнозируем, так как у нас, так скажем, автобусный парк в городском округе Самара достаточно ограничен, но больше, так скажем, не автобусами, а все-таки количеством водителей, нехватка их большая, да. Значит, принято решение в дни проведения матчей, значит, будут изменены схемы движения по всему городу с учетом проведения этих мероприятий, а места концентрации людей у нас будут значительные, в основном на площади Куйбышево, там, где будет фан-зона и фестиваль болельщиков проходить, он будет работать, этот фестиваль болельщиков, на протяжении всего матча. То есть там на больших экранах будут транслироваться все матчи, которые будут проходить там в других городах. Ну и, соответственно, те, которые будут проходить на стадионе Самара-Арена, тоже будут транслироваться там. Поэтому в прилегающей территории, примерно вот в квартале от площади Куйбышево, будет ограничено и движение, и стоянка транспорта, и будет работать только общественный транспорт, которому будет разрешено движение. Поэтому, вот, так скажем, нужно будет всем жителям быть готовым к тому, что вот на период проведения этого мероприятия, ну, ряд жителей столкнутся с некоторыми трудностями, и придется перемещаться именно на общественном транспорте, в тех районах, где движение будет ограничено. Мы заранее оповестим всех жителей, разместим всю необходимую информацию, где будет, так скажем, ограничено движение, стоянка, парковка транспортных средств, и что нужно делать. Также будет проводиться еще и в рамках проведения всех этих мероприятий аккредитация всех лиц, которые проживают вот в этой зоне, так скажем, площади Куйбышево, чтобы они также могли там на своих автомобилях приехать к себе домой. То есть им будут выданы там в упрощенной форме разрешения на проезд пропуска, так называемые. Ну, для этого будут открытые аккредитационные центры. Да, очень важно, что заранее будет проводиться такая работа, информирование. Да, это будет за два месяца вся, значит, работа для того, чтобы от людей принять заявки и выдать им разрешение. Ну, а теперь о ближайших планах. Близится холодный сезон года. Вот в чем специфика подготовки к этому сезону? Потому что перевозки тоже здесь. Ну, специфика подготовки здесь такая, что, в принципе, все транспортные средства, как говорят, готовьтесь сани летом. Поэтому, в принципе, работа всех предприятий и муниципальных, и коммерческих во время проведения технического обслуживания, которое проводится регулярно в зависимости от пробега автомобиля, именно делается уклон на подготовку к зиме. Здесь производится там замена охлаждающей жидкости у автобусов, проверка систем отопления, чтобы они функционировали все правильно, это и на электротранспорте, а также уплотнители дверей, окон, чтобы не задувало, и в транспортных средствах было людям тепло. Поэтому именно все нацелено на то, чтобы, так скажем, с наступлением холодов, жители не чувствовали, так скажем, холода во время передвижения в наших транспортных средствах. Да, вы знаете, вот что меня так удручает, что не хватает водителей. Кажется, такая профессия хорошая. Но нет, вы сказали, что довольно серьезная нехватка. В связи с чем, вот очень коротко, какой-то может анализ проводиться? И что делает департамент, чтобы привлечь? Профессия просто очень тяжелая. Тем более, что, сами видите, какая дорожная обстановка. Водитель, кроме того, что он отвечает за сохранность транспортного средства, он еще отвечает за жизнь тех людей, которые находятся у него в салоне. Это самая такая напряженная ситуация, и поэтому, как бы, не все готовы нести ответственность за жизнь людей, которых они перевозят. И довольно-таки программа подготовки очень длительная, несколько месяцев составляет. Муниципальные предприятия, они за счет собственных средств производят обучение данных специалистов, тех, кто захотели. У нас есть, к сожалению, время закончилось. Вакансии есть, в принципе, у кого есть возможность и желание, могут обращаться. Могут обращаться в предприятие и пройти это обучение. Спасибо большое за важную и полезную информацию, за то, что к нам пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин